Клумбе перед этим домом по улице Тургенева больше 10 лет. По словам хозяйки, все закладывать плиткой не хотела изначально. Растительность подбирала постепенно, чтобы прижилась, было красиво и практично с точки зрения ухода. Казачьему можжевельнику лет 10. Его уже приходилось подрезать. Наталья Грачева очень любит цветы. Во дворе их в достатке. Все для уюта. Принять участие в конкурсе «Самый уютный дворик» предложили в квартальном комитете. Хозяйка решила, а почему бы и нет. Людмила Шучева практически каждый день поливает клумбы в своем дворе по улице Протапова. На это уходит примерно 2 часа. Если нужно что-то посадить или прополоть, то и до половины дня, а иногда и больше. Женщина работала на фабрике, поэтому не привыкла сидеть без дела. Себе приятно. И люди ходят, очень приятно им, когда смотрят, фотографируют. Многие отдыхающие ходят, смотрят, фотографируют все. Общую площадь клумб здесь никто не считал. Известно, что длина дома больше 100 метров. А островки растительности есть по всему двору. В этом году начали приводить в порядок и эту клумбу. Посадили многолетние цветы, которые зацветут следующим летом. И однолетние, чтобы уже сегодня они радовали глаз. Пять лет назад здешнее территориальное общественное самоуправление признавалось лучшим. Теперь решили получить приз за самый уютный дворик. Конкурс проводится уже около 10 лет. Деньги идут на дальнейшее благоустройство. У нас там вот несколько кустов принялись можжевельником. Мы хотим еще можжевельничек посадить и рассадить их в гибискус. Чтобы дышать было от можжевельника, а гибисус постоянно цветет красиво. И розочки еще хотим, эти карликовые. В городском управлении организационной работы отмечают, что число участников конкурса постоянно растет. Уже в ближайшие дни начнет работать конкурсная комиссия. Лучших наградят на главной сцене во время празднования дня города-курорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова